Ну я не так много смотрел сериалов на самом деле, но из тех, что попадались ко мне в работу, по-разному, неровно. Какие-то озвучены хорошо были, какие-то были озвучены, ну скажем, они мне ничего не давали, и они мне не нравились, вот, как озвучены сериалы. Потому что, ну там чувствуется какая-то такая, не то чтобы не профессиональная, а там чувствуется какое-то отсутствие, отсутствие единого направленного какого-то сюжета. Там сами по себе работают актеры, сами по себе поют, причем, как правило, это бывает все быстро-быстро-быстро, и это чувствуется. Вот человек умеет вот так говорить, он вот так и говорит. Или вот так вот умеет, он вот так вот на протяжении всего и говорит. То есть сериалы, ну как, сериалы делаются в спешке, на коленке, они и в Африке, и в Японии такие. Но некоторые были сделаны, озвучены хорошо, вот я помню, допустим, тот же «Волчий дождь». Там вообще... Вообще отсутствует волшебный направляющий пендель. Ну может быть, может быть отсутствует. Вот, тот же самый, допустим, вот Гайнаксовский, что мы делали, вот Горин Лаган, «Дайбастер». У меня как бы к этим озвучкам вообще никаких претензий-то не было. То есть там работали все отлично, классно, и сюжет тянули, и друг с другом общались, там было все замечательно. Вот. А вот Харухи Судзуми, не могу сказать об этом. Да, Айя Хирану, да. А дальше? Как-то не впечатляло, не впечатлило меня совсем. Вот. Также не могу сказать, что очень сильно меня радовала оригинальная озвучка в «Волчице» и «Пряностях», которую просто порою приходилось выключать, чтобы она не мешала актерам работать. Вот. Потому что «Волчица» еще что-то там делала, а Лоренс не делал вообще ничего. То есть зачем он там был, что он там. Он никакого, ни сюжета не играл, ни сцен не отыгрывал, ничего вообще не делал. То есть мы его просто выключали, чтобы не мешалось. То ли Луж. А? Ну и что? Зато он или Луж. Ну и что? Ему можно уже. А, ну так ему можно, а нам потом здесь смотреть. Ага. А, можно мне? Очевидный вопрос после того, как вы сказали, что вам роли достаются как бы по остаточному принципу. Вот «Морисаки» в «Овцах заботых голосов» также достался. Вообще я хочу сказать, что получилась очень интересная озвучка. Например, я ходил три раза, конь каждый раз рвал зал просто на смех. Нет, ну вообще, вы понимаете, вообще мы с юмором всегда подходим к каждой озвучке, какая бы она трагичная ни была. Потому что, ну, вот. Конь, олень. Олень. Мы озвучивали олени? Нет. А сами олени. Олени-то в исчезновении. Вот. «Морисаки» на самом деле... На самом деле я, я же говорю, когда я посмотрел «Ловцов», то я долго-долго не мог понять, в чем там дело. Вот. И я понял, что, во-первых, меня очень сильно сбивал с понтолыку именно герой «Морисаки». Герой «Морисаки» и по изучению фильма, я понял, чем он меня сбивал с понтолыку. Я вдруг увидел вот эту вот несообразную разницу, когда японский актер озвучивает доброго учителя, а на самом деле «Морисаки» не учитель ни разу. И не добрый. И не добрый никогда. А просто на всю бошку шлепнутый. «Бояка». «Бояка». «Убийца». «Убийца». «Убийца нормальный». Как вот сейчас в «Берсерке» говорят, наемные войска, это они во время войны наемные войска, а в простое мирное время это толпа душегубов, это бандиты, разбойники. Вот он там наемник, он бандит настоящий, который вдруг ему, то ли контузило его, то ли пуля в голову попала, вот, но он зарубился на смерти любимой жены и бросил все это дело и начал заниматься наукой. Вдруг у него какие-то эти способности открылись к этому делу. Вот, ну, он молодой человек, вот такой вот никакого отношения не имеющий ни к детям, ни к этому, ни к тому, ни к другому, только вот это его тупик, вот эта вот мечта идет, все, который, это его и прощает. А еще его прощает какое-то внутреннее, все-таки какое-то внутреннее стержень, внутреннее какое-то ощущение доброты, без которого главный герой невозможен. Так же, как, наверное, и у Гадца. Ведь все-таки пробило его, когда он мальчика случайно убил. Так же и у Морисаки, вдруг откуда-то, который готов пистолетом пристрелить, ребенка того, сего, пятого, десятого. Вот, и вдруг у него где-то пробивает что-то. И он становится человеком. И хороший здесь финал, что вот он стал человеком, вот он все понял, лишился глаз, наполовину мозга, наполовину того. И здоровый, здоровый мужичар, значит, ради своей мечты остался в этом самом подсемне и принимать свой конец. Такой достаточно трагический образ. Вот. И вот тогда, когда я вот так посмотрел на Морисаки, у меня немножечко стало фильм и его сюжет, его содержание немножечко стало вот так называемым. В фильме «В ловцах» по первому взгляду нормальных, положительных героев нет. Там все какие-то, ну, если не подонки, то все. Ну, девочка, ну, извини меня тоже. Это какой надо быть дурой, извините, чтобы полезть вот в эту вот хрень? А мне фиг делать. А мне фиг делать. Понимаешь? Там как будто мамы дома нету, как будто на уроки ходить не надо, да? Вот мы это все принимаем. Вот живет девочка, и вначале, неспроста, не просто так, показан ее быт. Показано, как она в школу ходит, что она живет нормальной жизнью. Быт, который ее как бы не угнетает. Мы нигде не видим, что она бьется головой об стену и кричит «Ах, как мне скучно, ах, как мне тоскливо». Нет, а? Ну, это вина Сенкаева же. Ну, поэтому и в фильме ругают. Он не объяснил, кстати. С чего не объяснил? В чем-то полезно. Сенкаев как раз... Она сказала, почему. Она сказала в истерике, потому что скучно ей было. А теперь ей стало весело. Когда они с мальчиком прощались, он ей камешек отдал. Это как в «Принцессе Мононоке». Ты знаешь, ты мне мил, но я не буду с тобой жить, я буду жить вот тут, вот рядом. Вот, нормально. Так же этот камешек отдает ей. И следующий кадр какой? Мама, я пошла. Куда она там бегает за тем камешком? У нее появился смысл жизни. Все нормально, фильм про любовь.